Всем привет, дорогие друзья! С вами Gameplan, и первая игра на сегодня называется Polarity. Это игра, некий клон игры Portal. Итак, давайте посмотрим на неё. Итак, я дошёл уже до второй миссии, и попробуем-ка мы её пройти. Получится у нас это или нет, сейчас мы увидим. Здесь у нас вот такой вот игровой мир, имеется джойстик, всё очень красиво отработано, очень красиво нарисовано, и управление осуществляется с помощью четырёх кнопок. Это рука действия, прыжок и вот такая вот кнопочка, которая позволяет нам проходить через лазерный препятствий. Если мы выберем красный, то мы спокойно сможем пройти. Если выберем синий, то через синий мы тоже спокойно сможем пройти. Помимо этого, здесь присутствуют ещё вот такие вот, как сказать, квадратные кубики. И чтобы их брать, необходимо нажать кнопочку «Рука». Берём его. И теперь нам необходимо отнести его на специальную площадку, благодаря чему мы активируем что-то определённое. С помощью этого мы сможем активировать вот такие вот трамплины, сможем открывать двери, ну и много-много всего интересного делать. Что конкретно вы узнаете, поиграв в эту игру. Здесь достаточно интересные миссии, они разнообразные. И, кстати, одной из целей у нашей является собирание вот таких вот штуковин. Их на уровне три штуки, и поэтому вам необходимо их собрать для того, чтобы пройти уровень максимально хорошо. По времени здесь ограничений нет, по жизням тоже. То есть, если вы умрёте, то вы начнёте не сначала, а с определённого момента. Это тоже очень хорошо и очень удобно. А теперь нам необходимо доставить вот этот вот блок вот туда вот. Для этого нажимаем вот так вот, нацеливаемся и нажимаем кнопочку руки. И мы выстреливаем. К сожалению, у нас не получилось, и блок пролетел несколько мимо. Пробуем сейчас ещё раз. Надеюсь, в этот раз у нас всё получится. Да, у нас получилось. Теперь самое главное. Нет, не получилось. Ну, в общем, не буду я мучиться, просто покажу, как вам это пройти. То есть, если мы включим синий, то мы провалимся. А впереди ещё у нас синий лазер. То есть, нам нужно разогнаться, прыгнуть, включить синий, включить красный. И тогда мы сможем сюда пройти. После этого нам необходимо будет взять вон тот вот блок, который мы сюда перекинем, и применить его вот сюда для того, чтобы нам открылись двери. В общем, игрушка отличная, всем советую, качайте и проходите. Вторая игра называется Dark Frontier. В этой игре вам предстоит защищать свою таверну в роли каких-то непонятных существ. Итак, сейчас я играю на первой локации под названием Dead Swap. И запустим-ка мы первую миссию, точнее, наверное, первый пак с ними. Выберем четвёртое задание и попробуем его пройти. Как вы видели, здесь будут открываться и дальше ещё локации, и поэтому игра не даст вам заскучать. Дальше необходимо нам выбрать сложность. Сложность очень оригинально изображена. Обычные зомби, ещё другие зомби и гигантские зомби. Но выберем самых безобидных и попробуем пройти с помощью этого миссию. Дальше нам необходимо перетащить героев, которых мы будем использовать. Это делается вот так вот. И чем больше у нас будет воинов, тем будет круче. Можем также ещё перетащить вот такие вот непонятные пики точёные. Запускаем, в общем, игру и посмотрим на то, как здесь реализовано управление, и насколько здесь классная и вообще приятная графику, глазу графика. Итак, пропускаем всё, что нам пишут. И нам необходимо управлять нашим отрядом. Для этого выбираем одного человека, это лучник. И у нас ещё есть мечник. Естественно, мечника нужно выставлять вперёд, для того, чтобы он атаковал вражеских юнитов. Наша цель – защитить вот эту вот таверну, чтобы её не уничтожили. Поэтому нужно учитывать, что враги будут наступать с разных сторон, и нужно успевать вам менять позицию для того, чтобы ни ваших воинов не смогли убить, и при этом ещё не сожгли и не уничтожили вашу таверну. Давайте отправим мечника, пусть он порубит этих безжалостных ни к чему зомби. Конечно, я понимаю, зомби хотят спасти мир от алкоголя, но наши главные герои не хотят этого, потому что им очень нравится бухать в своей любимой таверне. Но, несмотря на это, игрушка очень-очень хорошая, достаточно качественно сделана, и, думаю, многим придётся по вкусу. Это некая вариация Tower Defense вот в таком вот варианте. Третья игра под названием Alien with a Magnet. Это аркада с достаточно приятной графикой и динамичным геймплеем. И посмотрим-ка мы на неё. Запустим режим приключения, то есть кампанию, и продолжим на той миссии, на которой я остановился. Запускаем её. Для этого необходимо нажать на данную миссию два раза. И приступаем, собственно, к самой игре. Вот он наш инопланетянин. Он находится на Красной планете, и нам необходимо собрать желательно все-все звёздочки, и после этого покинуть данную вселенную. Для того, чтобы начать двигаться, необходимо держать рожатый на экране палец. Как мы отпускаем, то тогда наше НЛО вместе с инопланетянином летит вперёд. Наш инопланетянин с помощью магнита прицепляется к орбите следующей планеты, и при этом нам нельзя врезаться вот в эти вот пояса астероидов, которые находятся вокруг. Если мы врежемся, то нам придётся начать всё сначала. Помимо этого, здесь присутствуют вот такие вот пушки. Попадая в них, мы выстреливаем нашим инопланетянином, и тем самым продвигаемся вперёд. Но давайте-ка я наверх не полезу, а сразу же плечу к этим пушкам, чтобы попробовать вам показать, как они работают. Вот так вот они работают. Нажимаем, и пушки сами выстреливают нами вперёд. Чтобы закончить миссию, необходимо вылететь из данной вселенной, а чтобы из неё вылететь, необходимо дойти до самого верха. Вот эта вот зелёная такая непонятная субстанция означает, что мы на правильном пути, и мы прошли миссию. Естественно, я не собрал все звёздочки, не собрал все какие-то зелёные субстанции, собственно, которые и являются здесь замерителем крутости прохождения миссии. Чтобы пройти миссию максимально круто, необходимо собрать три такие вот зелёные субстанции. Как вы видели, там у нас была развилка, то есть если бы мы в синюю, в синий портал отправились, то мы бы ушли сюда. Но так как мы выбрали зелёный, мы отправились на шестую миссию. Это показывает, что сюжет у игры нетривиальный, и есть, в принципе, некоторое заветвление, что добавляет интересности данной игрушке. Я думаю, такая яркая аркада понравится многим, и все захотят в неё поиграть. Последняя игра на сегодня называется Sword Ego. Эта игра стала доступна в новом наборе игр Humble Mobile Bundle 3. И если вы хотите, вы можете приобрести целый набор игр всего лишь за 5 долларов. Кому интересно, можете загуглить и найти этот сайт. Итак, собственно, это интересненький такой платформер. Хотя то, что графика здесь какая-то несколько, возможно, примитивная, но сам геймплей и интересность игры просто зашкаливает. Здесь нам необходимо проходить различные миссии, бегать, прыгать, убивать врагов, решать некоторые, даже можно сказать, головоломки, для того, чтобы проходить всё дальше и дальше. У нас тут также существует система прокачки, что позволяет нам улучшать нашего героя, прокачивать определённые его характеристики, и тем самым становиться более живучим, более сильным, более храбрым и более отважным. Я обожаю платформеры, а тем более такие, в которых присутствует система прокачки. Это добавляет интересности, динамичности и некой нетривиальности данным платформерам. В общем, отличная игрушка получилась, отличная подборка от Humble Bundle. В общем, кому интересно, узнавайте, скачивайте, и получайте также ещё, если вы заплатите цену больше, средний, то получите в подарок ещё там несколько игр. Вот такая вот система интересная. Ну, естественно, вы можете скачать эту игру отдельно, на неё я, наверное, оставлю вам ссылочку. На сегодня всё, всем большое спасибо за ваше внимание, с вами был GamePlan, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!